Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем погружение в мир Outlast. Очень страшной и жутко атмосферной игры Outlast. Ха-ха. Но закончил я в холле, в главном зале клиники Mount Massive. Вообще немножко отвлекся, и в принципе мне уже не так страшно, но, как говорится, расслабляться не стоит. Ладно, давайте погружаться в игру. В прошлой части мне было велено двигаться к диспетчерской, не знаю в какой она стороне, поэтому думаю стоит поискать её. Чем я и займусь? Кабинет 105, туалет весь в крови. А батареек лишней не будет. Блин, мне кажется, зря я расслабился. Как в прошлый раз. Какая-нибудь тварь выскочит. Что там скрипит? Надеюсь, там нет никого. Ну, судя по логике, диспетчерская должна быть где-то на первом этаже, насколько я знаю. А, вон же список. Список всего, что здесь есть. Так, коляска вся в крови. Сюда можно зайти? Да, туда тоже можно зайти. Так, секундочку. Я осмотрюсь. Опа. А там свет горит. Никого снаружи? Пойду посмотрю. Может быть, кто-то здесь есть? О, труп. Если их снимать, появляются заметки. Вернее, если активировать камеру... Блин. Фух, рука. Всего лишь моя рука. Эй, друг. Чтобы все в порядке? По-моему, он уже не жалец. Заметки появляются, если периодически поднимать камеру, и направлять на нужные вещи. Так, на выходе меня никто не встретит. О, осторожно. Блин, я уже жугаюсь каждого куста. Так, наверное, мне стоит заглянуть еще и сюда. Блин, такое ощущение, что эти трупы... Нет-нет, да их скочат. Что там у нас? Всего лишь коридор. Так, и ни одного документа. Одни трупы. Наверное, стал к ним проще относиться. Но не стоит забывать, где я. Это же клиника. И тут постоянно всякая хрень будет происходить. Я так считаю. Блин. Мне жутко, реально. Малость, но жутко. Постепенно вливаюсь в эту сферу. Так. Тут кто-то был, да? И он шел к документу. Давайте почитаем, что там написано. Эй, камеру убери. Спрячься. И почитай. Так, документы. Отчеты о состоянии пациента проекта Вальдридер Криса Уокера. Кстати, о Уильяме Хоупе. Скорее всего, 19 ему сейчас. Потому что ведь возраст указывает на момент заполнения карточки, а заполняли ее в 12-м году. Так, давайте почитаем о Крисе Уокере. Психиатрические исследования Мерка все то же самое, кроме пациента Уокера. Дата консультации 28.05.2013 Первичное обращение в 11-м году. Возраст 32. Пол мужской. Лечащий врач Рудольф Верника. Запись доктора Уолша. Состояние. Активность морфогенетического кондиционирования стабилизировалась примерно на 2000 пм. Переход к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Симптомы. Спирометрия обнаруживает легкие и умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Заметки. Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных им в себе повреждений. Ограничительные приспособления пришлось видоизменить в связи с его огромными размерами. Обширные кожаные высыпания соответствуют типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи со лба способствует особому видению. Напоминает юношеские опыты с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губ и носа. Назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы, похоже, замедляют процесс морфогенетического кондиционирования. Сколько же этих слов сложных, повторяющихся. При обладающем навязчивом состоянии усиленным терапией влияется повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настоятельно рекомендовано дальнейшее применение средств физического и фармакологического ограничения активности. Что ж, как мне показалось, это о том самом здоровом чуваке, который был там, наверху. Опа. Здрасте. О, он шевелится. Реально шевелится. Эй, чувак. Блин, он реально живой. Ёлки. Да ну нафиг, я пойду отсюда. Тихо, дурак. Не пали нас. Что за заставка дурацкая? Ой, блин, а можно его обойти? Так, а что это значит? Proclaim the gospel. Proclaim. Даже не знаю. Так, здесь уже стоит быть чутка поосторожней, что ли. Так, он за решеткой. А там никого нет. А есть ли кто-нибудь здесь? Внизу. Блин, а куда мне? Или туда? Или вниз, получается? Так, тут кто-то уже топал. Кто-то упал. Или вниз. Или сюда. Так, насколько я понимаю, мне нужна security room. Диспетчерская. Так, внизу электрическая комната. Библиотека наверху. Кафетерий. И два непонятных слова. Чипл. И recreation hall. Я не знаю, что это такое. Оно все находится наверху. Ну, я думаю, мне стоит начать с комнаты охраны. О-о-о! Твою мать! Началось. Фух. Ну что ж, зря я расслабился. Да, кривой доктор? Да у него еще и глаза разные, ты посмотри. Опять этот злой. Блин, да они все какие-то странные. У них у всех глаза кривые. Че за бред? Фух. Он побежал направо. Самая крайняя дверь. Тут кто-то выбежал. Будем от малого действовать. Мое любопытство говорит. Заходи в каждую комнату, Дэнни. Проверяй все, мать его, двери. Мы должны найти все. Фух. Всего лишь рука с головой в туалете. О-о-о! Как она жутко светится. И я так полагаю, за этой дверью ждет меня сюрприз. Можно аккуратно как-нибудь проверить, что там? О-о! Эй! Блин! Ха-ха! Нельзя так делать. Это очень опасно. А вдруг он жив был бы? Так, ты там... Ты там стой, ладно? А я аккуратно сюда зайду. Так, аккуратно закроем дверь. С хлопка обязательно, блин, чтоб все услышали, да? И посмотрим, что есть здесь. А этот парень, походу, застрелился. Блин, сколько здесь отрубленных кусков. Да, только я не вижу пистолета. А может и не пистолет. Но похоже, кого-то он выстрелил себя в голову. А этот без кишков. О, батарейка. Пригодится. Что за тень только что была? А эта лампочка болтается. Всего лишь. Ладно. Ох, надо быть готовым к тому, что мне придется идти туда. Витнес. Это было написано? Я не помню. Ладно, пойдем потихоньку. Мне придется идти к тому психу. Я так полагаю. А вот просто не попасть. Я понял. Так, там труп. Эта дверь открывается картой доступа. Прекрасно. А у кого она? Где мне ее взять? Ты там сиди, ладно? Так, наверное. Фух, я не хочу туда идти. Так, а здесь никого, по-моему, да? Оп, никого. А за дверью? Тоже никого. Все. Я закрываюсь. Фух. Здесь... Здесь, по-моему, безопасней, чем там. Как-то слишком тихо, на мой взгляд. Давайте почитаем. Документы. Отчет об экономической целесообразности проекта Вальд Ридер от Хелен Гринетт Кому Групп 8416 Мурков Корп Точка ЛУ Тема Непосредственная экспертиза проекта Вальд Ридер Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении. Немедленных действий со стороны корпорации Мурков не требуется. Потенциальная прибыль проекта Вальд Ридер остается чрезвычайно высокой. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство, а в случае должного обращения со свидетельствами, делающих его невозможным. Проект Вальд Ридер остается рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающе малой. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогенетическое кондиционирование приближается к стадии производства рабочих моделей. Но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказало серьезную эффективность в сохранении управляемости и прибыльности проекта. С уважением Хелен Грэнит Департамент снижения юридических рисков Корпорации Мерков Что такое это морфогенетическое кондиционирование? Я так и не понял. Блин, аккуратно. Так, туда мне пока нельзя, да? Фу, да и не больно хочется. Блин. Мне остается идти вниз либо в электрическую комнату. Буду называть ее генераторной. Либо к тому психу. Либо, мать его, к этому психу. Охренительный выбор. Фух, ладно. Попробуем. Охренас 2! Выкуси! Нет, все-таки что-то интересное есть. Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Зачем нам умирать? Уокер прищет настолько за то, что мы больны. И не успел дальше прочитать. Похоже, со всеми так поступали здесь. Делали какие-то опыты над всеми пациентами. Так, а там что? Скорее всего, это комната управления дверью. И мне не остается ничего, кроме как пойти к тому психу. Не хочу я в ней спускаться. Как правило, в подвалах и внизу, особенно с такими стенами обшарпанными, происходит всякая жопа. Ой, блин, придется идти к тому психу. Я не знаю, что делать. И не знаю, что меня ждет. Фух, ладно. Надо сжаться посильнее и быть готовым к тому, что он может выпрыгнуть из кресла на меня. эй, чувак. Можно я просто аккуратно пройду? Блин, да не дергайся ты. Тихо, тихо. Тихо. Хочешь водички? Или это туалетная бумага? Может, тебе в туалет? Хотя бумага уже мне нужнее. Хочешь хрюкать? Можете сфоткать на память? Охренеть, что с ним? Так, как присесть? Блин, я самый отчаянный репортер. Смотрю ему прямо в лицо. Ого! Да у него вообще лица нет. Чувак, да на тебе лица нет. Ладно, я просто пройду мимо. Ой, тихо. Блин, можно я с тобой посижу? Он, кажется, мне безобиднее, чем те два чувака внутри. Эй, ребята, дайте мне пропуск, и я пойду. Ладно? Эй, можно сфоткать? Заметку сделать? Да, есть заметка. Блин, о, там еще третий, я его даже не видел. Эй, не стоит, перед тобой так стоять? Ого, это вот вообще лютый чувак. Он, походу, себе башку отбил. Что у него с руками? Жесть. Тут вообще псих. Засругался, бедный. Фух, ладно, ребята, смотрите себе мультики. Можно я аккуратно пройду? Тихонько так. А вы здесь оставайтесь. А я пошел читать заметку. Фух. Я думаю, не стоит пока выдыхать. Пока я вижу труп отсюда, не стоит. Фух, аккуратно. Аккуратно. Так, тебя в заметки не добавить, да? Ты? О, похоже, у него карточка. Как мне повезло с тобой, чувак. Спасибо, что ты взял с собой ее. Карта доступа к диспетчерской службе безопасности. Фух, собранные предметы отображаются в вашем блокноте. Кнопка Play. Или как эта кнопка называется на Xbox. Я не знаю. Так, там ничего не добавилось. Надо прочитать заметку. Срочно. Овощи из двух же телевизоров. Овощи сидят кучкой и пялиться в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережали то, что здесь произошло, но похоже на чердаке у них совсем пусто. Я думал, он про голову. На чердаке. Можно здесь перепрыгнуть? Нельзя. Блин, не больно-то хочу мимо них ходить. Честно. Эй, друг, у тебя что-то с лицом. Вы... Можно я аккуратно просто... Где дверь? Аккуратно пройду мимо вас. Все, ребят, отдыхайте. Я пошел. Эй, друг. Сидите. Ах, твою мать! Фух! Вырваться, вырваться, вырваться! Давай, быстрее. Урод, а! Под жопу тебя пнуть, козлины! Фух, смотрит на меня, ублюдок. Если я не сплю, не заставляют меня. Да пошел ты в жопу, придурок. Ох, он напугал меня. Блин, не так страшно, как в первой части. в первой части я имею в первой серии, да. Но заговариваться я уже стал. Фух, ладно, побежали в диспетчерскую. Надеюсь, по дороге никто не прыгнет на меня. Блин. Так, вы можете обернуться на бегу, удерживая L или R. Я понял. А к чему это было сказано? Уж не придется ли мне убегать от кого-нибудь? Просто я уже не помню. Что будет дальше? Никого? Ладно, погнали. Закрой за собой. Давай, на ключ. Блин, ну, на ключ закройся. Так будет надежней. They lie. Наверное, про ложь что-то имеется в виду. А вот и камеры. Так, это основная камера. Холл. Лестница вниз. Холл. Все одно и то же. Интересно, здесь будет какой-нибудь джиммен или кто-нибудь такой. Кого стоит заметить? По-моему, никого. Пока все тихо. Ладно, давай. Открывай главную дверь. И погнали домой. Кофе не забудь попить. Так, никого здесь нет. Никто там сверху не поднимается. Снизу вернее. В смысле, это загрузка открытия двери? Что за... Что за бред? Эй, дядька. Твою мать. Камера. Камера. Новая цель. Новая цель. Нужно сдерживаться. Спрячьтесь в шкафчике. Быстрее. В смысле? Не пытайтесь драться. Кто там? Кто там? Ломай дверь. О! Охренеть. Дядька. Давай ты просто уйдешь. Ты ведь был где-то тут, профессионечек? Я тебя отучу. Шлюшка. В смысле? Ты... Не открывай дверь. Фу. Он же только что шкафчик открыл. Эй-эй. Меня тут нет. В смысле? Не, ты просто иди, куда шел, ладно? Просто проходи мимо. Так, он пошел туда. Надеюсь, он не вернется. Так, подожди. Подожди, что делать? Он же здесь стоит. Куда мне? Мне что, свет включить? Так, вот туда он утопал. Так, туда он ушел, да? Здесь никого. Твою мать, тьма. Лютая тьма. Блин, я так понял, не вниз. Ага, он там. Блин, да какого хрена? Урод. Теперь я вообще в полной жопе. Тут не то, что в жопе у слона. Тут вообще темнотища. Глаз в опусе. Хрен поймешь. Когда камеру включать. Так, сюда, я так понял, не проникнет. Документ. Тихо. Тихо, тихо, не прыгай. Придурок. Полагаешь мне тут. Давай, почитаем документ. Заметка нет. Документ. МК Ультра. ЦРУ. Убийство под воздействием гипноза. Программа МК Ультра. Документ ЦРУ. Страница номер один. Выдержка. Для подшивки. Тема гипноз. Исследования и эксперименты. 10 февраля 1954 год. Офигеть, это было очень давно. В среду, 10 февраля 1954 года, исследования гипнотических состояний были продолжены в Корпусе 13 заповедника Маунт Мэйси в Колорадо по ниже описанным направлениям. Краткое изложение. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестринного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможными способами. А в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в неё. Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что не задумываясь застрелить мисс Джексон за то, что Таня и просыпается. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета. Мисс Джексон и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие, мисс Пирс, став в бодрствующем состоянии, отказалась подобрать его и принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Это, блин, прикольно. Выписка 54-го года. Послевоенная. Что она здесь делает? В подвале. Что, вашу мать, я делаю в подвале? В кромечной тьме. Так, здесь тупик. Ох, я думаю, мне стоит найти генератор. И попробовать снова проникнуть в ту. Тихо! Тихо, тихо. Никто. Там кто-то есть, да? И вот сюда не видно. Так, все, собрался. Собрался. Не боюсь. Блин, как много всего. Так. Наверное, не туда. Но для начала я аккуратно... Твою мать. Надеюсь, ты уже... Не жалец. Иначе ты спалишь, что я здесь есть. Я хочу просто разведать обстановку. Куда, если что, можно забежать. Он был там, судя по звукам. Сюда можно, да? Аккуратно. Да, сюда тоже можно. Вам промы. Так, это служба. Батарейка. Откачка воды, я так понял. А сюда мне можно спрятаться. Это уже хорошо. Это уже радует. На всякий случай поменяю. Так. Но сюда мне по-любому надо будет. Зачем только откачивать буду, я не понимаю. Блин, а туда категорически не хочется идти на мое. Любопытство меня так и тянет. Еще одна помпром. Так, взять батареи к ниду. Блин, у меня всего 4 бутрики осталось. Фух. Я не знаю. Стоит ли еще один труп? Стоит ли начинать откачивать воду? Или подойти к той кнопке сразу? Фух. Зря ты это делаешь. Да, не стоит. Туда просто нельзя зайти. Ладно. Просто нажму две кнопки. И посмотрю, что выйдет. Они же на генераторах. Раз, два, три. Погнали. И сразу в другую комнату. Давай, давай, давай. А по-моему ничего не происходит. Блядь. Второе. Да и тоже ничего не произошло. Тихо. Тихо. Он ко мне идет. Он идет ко мне. А я спрячусь. Тихо. Я его не вижу. Есть ли он тут? Да, вот он. Да это просто псих. С палкой это не тот. Может выйти? Накостылять ему. Хотя мне кажется, он его загасит. Я имею в виду до репортера. Так, ладно. Не буду тратить батарейку. Попробую по тени. Определить, что он прошел мимо. Видать, отправился на небеса. Это про меня, да? Я не понял. Он прошел? Ты прошел? Я просто по звуку не понял. Фух, ладно. Аккуратно. Натего нету здесь. Блин, еще одна батарейка садится. Не маши руками, придурок. Ты меня пугаешь. Он здесь. Он прямо здесь. Он сюда идет. Он сюда идет. Ай-яй-яй. 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 Ха-ха. Садись. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Вставай. Вставай. Беги. Беги. Беги-беги-беги. Ха-ха-ха. Твою мать. Куда я бегу? Я не знаю. Я не знаю, есть ли тут что-то. Да. Да, тут есть что-то. Здесь есть батарейка. Здесь есть батарейка. И прячемся нафиг. Все. Мать его. Мать его. Тихо. Надо собраться с мыслями. Интересно, он понял, что я сюда забежал. Фух. Твою мать. Ладно, хрен с ним. Просто вываливаемся и... Бежим напролом к той кнопке. Я его не слышу. Ага, можно сюда перескочить. Давай посмотрим сразу, что-то можно найти. Тихо. Просто кишки и батарейка. Отлично, у меня уже пять батареек. Правда, их я все трачу на поиск батареек. Ну, мало ли. Электрокомната. Блин, да тут столько проходов, что хрен знает, куда идти. Может, стоило сначала нажать, а потом уже рыскать. Так, здесь он меня увидел. Ладно. Ничего не остается, кроме как идти туда. Я имею ввиду, к той комнате. Не комнате, а кнопки. Я хочу посмотреть последнюю комнату. Видимо, здесь везде можно спрятаться от него. Это не может не радовать, честно. Я очень не люблю, когда мне на пятки наступают. О, это же та кнопка. Огонь! И? Да ни хрена не заработала. Наверное, все-таки стоит нажать ту кнопку. Ладно, пойдем туда. Включим электричество. Стоит на этой серии завязывать нафиг. Твою мать, он сюда идет. Он же сюда идет. Да, он сюда идет. Да. Он вот сюда идет, да? Да-да-да-да. Падла. Вот ты падла, а? А, он сейчас подойдет, выключит, короче, и... Я понял его схему. Он сейчас просто выключит электричество. Ну, вот этот рубильник. Он на него отвлекается. Правильно ведь? Да. Он его выключил, падла. Блин, а успею ли я... Или я... Включить? Пробежать, включить там? Блин, он, может, насосы все поотключал? Я не знаю. Блин, что делать? Наверное, следует включить и дергать быстрее. А, нет, он включен. Все нормально, ребята. Он всего лишь проверял ящик. Смотренька. Не хотел бы я столкнуться с ним лицом к лицу. Так, я не понял, он прямо прошел? Твою мать, нет! Нет, он ни хрена не прямо прошел. Может, попробовать на картах? Аккуратно. Я думал, это он что-то стоит. Тихо-тихо. Под ногами всякого мусора, который может шуметь. Ой, блин, твою мать! Твою мать! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! В ящик! Просто в ящик! Ха-ха-ха! Все! Меня нет! Это не я! Это не я! Нет! Нет! Это не я! Ха-ха-ха! Охренеть! Просто напролом пробегу. Нажму кнопку и пробегу. Он ведь ждет меня прямо там. За углом. По-любому. Смотри. Раз, два, три! А где он? Да вот он! Тихо. Раз, два, три! Чувак, привет! В смысле? Ха-ха-ха! Он меня не заметил! Охренеть! Он просто меня не заметил! Вот баклан! Ха-ха! Ништяк! Все! Погнали! Вернуться в диск... Дискерчерской! Быстрее! Быстрее! Ха-ха-ха! Куда? Наверх! Наверх! Быстрее! 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 Куда? Блин! Где дискетчерская? Где? Ааа! Где выход? Нет! Ааа! Блин! Прям по мордам! Вот она! Вот она! Все! Ага! Выкусил! Выкусил гант! Ха-ха-ха! Жесть! Вот ты урод, а! Капец! Капец! Просто жестко! А как? Я вообще думал, я сейчас... Ха-ха! Вот это была жесть! Ох! Интересно. Кто-нибудь наблюдает сейчас за мной? Фух! Слава богу, я успел! Наконец-то свет! Да, я думаю, до дискетчерской дойду. И на этом закончу серию. Фух, жесть! А! Вздоровак-то где-то здесь. Бродит, я так полагаю. Так, смогу ли я это сделать? Эй! 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 Какой шприц! Ты что, охренел, что ли? Кто это? Прости, сын мой. Я не хотел так с тобой поступать. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Ой, какая у тебя рожа страшная. Ого, морда! Ха-ха! Узришь ли ты, сможешь ли ты? О! Воене! Истина владыки нашего вальдридера врывается в неверующих. Ого! Что с ним происходит? Приджистина выведет тебя отсюда. Явись сущую правду, и все двери откроются пред тобой. Что происходит? В смысле? Блин, ну и твари. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. И поддержи меня лайком, чтобы репортер узнал тайну вальдридера. Всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok